82-летняя Любовь Григорьевна выходила из магазина, когда ее окликнули из стоящей неподалеку машины. В салоне было двое мужчин, и уже через несколько минут они разыграли перед пенсионеркой настоящий спектакль. Без театральных эффектов суть разговора свелась к следующему. Сами мужчины приезжие, но хотят обосноваться в Саратове. Нашелся дом для покупки, деньги тоже есть, точнее их вот-вот должны перевести им на счет. Только вот беда, при таком переводе теряются проценты, а с трех с половиной миллионов, которые они ждут, это очень внушительная сумма. А вот если бы местная жительница им помогла, дав возможность попользоваться своим банковским счетом, то все обойдется без потерь. Сумма придет в полном размере. Сами мы не местные, поможите, люди добрые. Песня старая, но слушатели находятся. Вот и средобольная пенсионерка согласилась помочь, не заподозрив криминальных мотивов новых знакомых. Один плачет сзади, сидит, другой за рулем, руки целует. За время недолгого знакомства пенсионерка успела рассказать злоумышленникам о своем банковском счете, снять с карты и передать им лично чуть более 100 тысяч рублей. Остальные сбережения пожилой женщины они забрали сами, заполучив ее карточку под предлогом гарантии ее же честности, но с обещанием вернуть, как только получит свой перевод, то есть никогда. Что ее обманули, средобольная бабушка поняла лишь при визите в банк. Оператор же говорит, бабушка, иди быстрее в полицию, ваши счета в 7 часов, сняли все до копейки. По данному факту, следственным отделом отдела полиции номер 7 в составе управления Министерства внутренних дел России по городу Саратова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. След предполагаемых преступников привел полицейских в Створопольский край. В ходе проведения оперативно-ростных мероприятий на территории Створопольского края за совершение данного преступления сотрудниками Управления уголовного розыска МВД России по Саратовской области совместно с сотрудниками СОБР и ОМОН Главного управления Министерства внутренних дел по Саратовской области задержаны трое подозреваемых, от которых получены признательные показания. Злоумышленники доставлены в Саратов. Расследование продолжается. Ольга Орлова, Анатолий Чернов. Вести. Дежурная часть. Саратов.